Генеральный спонсор места происшествия. Станция технического обслуживания. Сервискар. Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервискар. Весенняя 54. Разбил машину? Нет денег на автосервис? Или ты не можешь продать своего железного коня? Выход есть. Компания Авториал 43 осуществляет срочный выкуп авто в любом состоянии, а также реализация вашего авто с нашей площадки. Не жди, звони 44-2005. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. Пожалуй, из самого озлобленного лишенника задержали сотрудники спецвода ДПС в поселке Ленгасово. Молодого человека недавно лишили прав управления за пьяное вождение. Но, несмотря на запрет, он все равно сел за руль восьмерки и поехал кататься по своему поселку. Героем нашей программы водитель вряд ли бы стал, если бы в здании ГИБДД он сидел тихо. Но нарушитель своими угрозами и оскорблениями привлек внимание нашего корреспондента Сергея Пичугина. Нормально все. Просто ты должен. Я не должен вам наводить. В ГИБДД задержанный лишенник Павел не стеснялся своего хамского поведения и выражений. В то, что он трезвый, верилось с трудом. Я отдыхаю в тюрьме. Еще то есть расстрелять. По данным полиции, Павла лишили права управления за вождение в пьяном виде. Но наказание на него не повлияло. Вечером он все равно устроил вояж на своей машине без прав. За такое грубое нарушение можно и в тюрьму угодить. Впрочем, нарушал закон Павел и после задержания. Я тебе сказал, придурок, ты головой своей думаешь, нет, не снимай меня, мне это не нравится. Ты потом будешь это выкладывать. Ты просто сам не подумаешь, что вот я сейчас снимаю, да, и это люди-то увидят. Так мне вообще по барабану, пускай меня видят. Водитель восьмерки перешел все границы. После оскорблений он стал угрожать расправой. Слушай, ты сейчас поедешь в лес, червей кормить, а я тебя тыкую. Все понятно, вы хам. Ну давай, выкладывай. Вы хам? Вы это признали сейчас? Иди отдыхай. Агрессия постепенно прекратилась и Павел решил обратиться за помощью в дежурную часть городского ОМВД. Мое лицо снимают, собираются выкладывать в интернет. Да, вот я бы хотел взять от человека объяснительную, что он не будет выкладывать в интернет. И уничтожить всю видеоинформацию. За вождение в статусе лишенника Трифонову грозит арест до 15 суток. Также наверняка ему придется ответить за угрозы и оскорбления. Сергей Пичугин, Место происшествия. КОНЕЦ